Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий NASA приняла решение отложить первый полет марсианского вертолета, изобретательность Ingeniti, после того, как последние испытания аппарата закончились раньше, чем планировалось. Дрон теперь останется на поверхности Красной планеты, по меньшей мере, до среды, 14 апреля, говорится в заявлении агентства. Специалисты решили отложить запуск из-за аномалии во время пятничного испытания, 9 апреля, которое должно было показать, что лопасти вертолета достигают скорости в 2400 год оборотов в минуту. Во время высокоскоростного испытания вращения роторов в пятницу последовательность команд, контролирующих испытания, закончилась раньше положенного срока из-за срабатывания таймера безопасности, написали официальные представители NASA в заявлении. Это произошло, когда он пытался перевести бортовой компьютер из режима «перед полетом» в режим «полет». Вертолет в целости и сохранности передал на Землю полный набор телеметрии. В заявлении также говорится, что инженеры все еще изучают данные, полученные с маленького вертолета, чтобы точно понять, что произошло, но команда надеется повторить неудавшиеся испытания чуть позже. Ранее инженеры успешно разблокировали лопасти вертолета и протестировали их вращение на низкой скорости, 50 оборотов в минуту. Таймер безопасности контролирует последовательность команд и предупреждает систему о любых потенциальных проблемах, говорится в сообщении NASA. Это помогает системе функционировать согласно плану и оставаться в сохранности, не продолжая работу, если наблюдается какая-либо проблема. Ровер «Настойчивость» «Персеверанос» размером с автомобиль приземлился внутри кратера Езера диаметром 45 километров 18 февраля, тогда вертолет массой 1,8 килограмма еще был прочно закреплен на днище марсохода в сложенном состоянии. После сброса кожуха «Настойчивость» развернул, изобретательность, довел заряд батареи вертолета до 100%, выгрузил на поверхность Марса и отъехал на небольшое расстояние, дав возможность солнечному свету достичь вертолета, питаемого от солнечных батарей. До этого момента дрон питался от марсохода, а теперь получает энергию исключительно от Солнца, она требуется не только для полетов, но и для обогрева во время холодных марсианских ночевок, температура опускается до 90С. Недавно NASA опубликовала первую фотографию с нижней служебной камеры вертолета в низком разрешении, а после этого, душевный автопортрет Равера на фоне, изобретательности.